Познакомиться с жизнью, средой обитания и ареалом распространения пернатых можно в эти дни в Брестском областном краеведческом музее. На традиционное мероприятие, приуроченное к Международной неделе птиц, в 15-й раз приглашают всех любознательных и начинающих орнитологов. Организаторами выступили Областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды, общественная организация Ахова-Втушек Батьковщины, Государственная инспекция охраны растительного и животного мира, троллейбусный парк нашего города и, конечно, сами сотрудники музея. Каждый год мы стараемся подготовить новую выставку. В этом году у нас выставка Павла Лычковского. Это фотограф из города Минска, лауреат премии «Золотая рысь» национальной. Ну и, кроме того, традиционно из фондов музея мы показываем коллекцию птичьих гнезд. Но я не побоюсь сказать, что, наверное, это самая большая коллекция гнезд. У нас в стране гнезд очень много самых разных. Птиц мы не обижаем, но приносят люди часто гнезда. Птицы используют только для вывода потомства, поэтому пустующие гнездышки уже у нас в музее. Поэтому призываем всех тоже не проходите мимо, чтобы наша коллекция пополнялась. Коллекция гнезд, представленная на выставке, действительно поражает изобретательностью пернатых. Размеры, формы и строительный материал. Да, мать природа богата на выдумку. Захватывающее зрелище не только для детей. Тут и взрослый невольно ахнет от многообразия птичьего строительства. Птицы – существа необыкновенные, потому что они обладают, наверное, такими качествами, как и человек. Некоторые имеют смеяться, заботятся о потомстве. Поэтому восхищаться, не восхищаться ими нельзя. Помимо представленной экспозиции и фоторабот Павла Лычковского, организаторы выставки рассказали всем посетителям о компании «Птица года». Начиная с 2000 года ежегодно выбирается крылатый символ Беларуси. Цель компании – привлечь внимание к проблемам конкретного вида. Птицей, ставшей символом Беларуси в 2019 году, выбран большой подорлик. Ряд мероприятий, направленных на сохранение этого вида, пройдут в нашем городе. Мероприятия самые разнообразные, от мониторинга места обитания этого вида. Будет проводиться установка веб-камер, фотоловушек на гнезда, передатчики, чтобы отслеживать пути миграции этих птиц и ряд других мероприятий. Всех желающих прикоснуться к разнообразному миру птиц, их красоте и выдумке, принять участие в экологических играх и конкурсах или посостязаться в эпистолярном жанре на тему «Лучшее стихотворение о «Птице года»» ждут в эти дни в стенах Краеведческого музея.